В тот момент было головокружение просто. Резкое, сильное? Резкое головокружение. Со мной такого никогда не было. Андрея Кузнецова из Троицка, врачи нервно-сосудистого отделения больницы скорой медицинской помощи номер 2, считают счастливчиком. После инсульта острого нарушения мозгового кровообращения в свои 55 восстанавливается на удивление быстро. А так бывает нечасто. Зато все чаще инсульт встречается. Причем мозговой удар поражает уже не только пожилых. Больные поступают и поступают и поступают. Из районов еще приезжают. Недавно у нас лежала девушка 22 лет. Вот сегодня поступил 44-летний пациент. До этого тоже 40-летняя женщина поступала. То есть каждую неделю 1-2 пациента есть совсем моложе 50 лет точно. За год только через отделение БСМП-2 проходит в среднем 1300 пациентов. При инсульте сутки в реанимации после многомесячного восстановления. И это далеко не самый худший сценарий. При серьезных кровоизлияниях в мозг и обширных поражениях нервной ткани пациентам грозит операция в региональном сосудистом центре. Летальный исход не исключен. Причем и без хирургического вмешательства. Причин, которые вызывают инсульт и влияют на его исход, масса. Возраст, генетика, сопутствующие болезни, стрессы, переутомления. Лечение у них достаточно сложное. Все зависит от того, насколько рано все выявили. Интенсивно начали их лечить, наблюдать, диагностировать. И очень большое значение имеет реабилитационный потенциал у этих больных. Один из серьезных факторов риска инсульта, говорят врачи, – жара. Впрочем, куда важнее знать не столько причину острого состояния, сколько то, как действовать при нем. Шансы спасти жизнь, восстановить речь и двигательные функции возрастают при ранней госпитализации больного. Первые 4,5 часа считаются золотыми для инсультников. Острое головокружение, нарушение речи, глотание, двоение в глазах. Если слабость есть в руке, в ноге, либо по одной половине тела. Нарушение чувствительности, тем более потеря сознания, это, конечно, стоит вызывать скорую помощь. Реабилитация после инсульта занимает в среднем два года. Ее проводит мультидисциплинарная бригада врачей. Реабилитолог, кардиолог, логопед, нейропсихолог, инструкторы ЛФК. Сейчас начнется тренировка в пассивном режиме. Просто держим руки и ноги на педалях. В отличие от многих других органов, говорят неврологи, мозг восстанавливается медленно. Чтобы завести его, все время совершенствуют методы стимуляции. К примеру, довольно эффективно восстанавливает речь, применяемая сегодня транскраниальная магнитная стимуляция. Но в любом случае, болезни нервов лучше профилактировать, чем лечить. Для того, чтобы изберечь свои нервы, я думаю, все-таки нужно нормализовать режим труда и отдыха. Нужно отдыхать от каких-то эмоциональных потрясений, от сложенных трудовых отношений, в целом от труда. Так уходить в отпуск стоит минимум на три недели, утверждают врачи. Иначе нервная система просто не успевает перезагрузиться. Многим медики советуют и в целом пересмотреть образ жизни. К слову, один из перенесших инсульт уже твердо решил отказаться от вредных привычек. Особенно курение. Решили бросить? Уже бросил. Честное слово, всем советую бросать и курить. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.